Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Продолжаем с вами изучение книги Ветхого Завета Иова. И сегодня мы с вами рассмотрим пятую главу. Взывай, если есть отвечающий тебе, и к кому из святых обратишься ты? Так глупца убивают гневливость, и несмысленного губят раздражительность. Видел я, как глупец укореняется, и тот час проклял дом его. Видим, что здесь продолжается речь или фаза. Он продолжает увещевать Иова, и, как сказано об этом на горной проповеди, смотрит на зучок в глади брата своего. Он пытается найти то, в чем Иов виновен, потому как наказание он рассматривает как воздаяние и возмездие за грех от Бога. Но, как мы видели с вами ранее, что не всегда бывает то, что Бог наказывает человека, дабы его какие-то грехи излечить. Иногда это происходит по промыслу Божию, дабы человека укрепить в правде и вере. Как это было с Авраамом, которого Бог испытывал. Как это было и с другими мужами веры, которую Бог испытывал и посылал те или иные скорби. Как сказано у Иакова в его соборном послании, радуйтесь, когда впадаете во различные искушения, потому что через эти искушения Господь испытывает вас. Но испытание Иова, как мы видим, оно действительно тяжело. Это болезнь, это страшная болезнь, это страшный скорбь, потерь родных, близких, всего имущества. И здесь Елефас спрашивает и говорит, к кому из святых обратишься ты? И далее он говорит, что если ты не обращаешься ни к кому из святых, если ты не обращаешься, как он скажет, дальше к Богу, в 8 стихе, он так и говорит, а я бы к Богу обратился, но я бы к Богу обратился бы, предал бы дело ему мое. Сначала он говорит, к святым обратись, потом к Богу. И в центре, с 1 по 8 стих, он говорит о том, что только глупец этого не делает, и поэтому прекратится его и жизнь, прекратится его и счастье, прекратятся его и потомки. И здесь он подтверждает, что ничего без ничего не происходит. Он говорит, так и из праха в 6 стихе выходит горе, и не из земли вырастает беда. То есть то, что происходит, оно происходит по некому закону причины и следствия. В некой мере, конечно, Елефас прав. Нельзя сказать, что он здесь полностью лжет и клевещет на Иова. Но, тем не менее, мы не видим в его словах, хотя они и правдивы, какого-либо утешения. Я об этом говорю и как бы предваряю, что Иов об этом впоследствии скажет, чего он ожидает от своих друзей. Вот что по этому поводу пишет преподобный Исихий Иерусалимский. Цитата. «Ты не предал себя молитве, как бы говорит здесь Елефас, Иову, что касается меня, я бы отдал дело мою Богу. Ты же успокоился и перестал призывать Господа всяческих. Вот потому и постигло тебе теперешнее несчастье». Конец цитаты. То есть он старается найти вину Иова и указывает ему, что он не молился. Но мы знаем, что это не так. С первых слов Священного Писания сказано, что Иов молился не только за себя, но и за детей, и за, можно так сказать, и за весь мир, в котором он жил. Иов — это человек молитвы. И в этом упрек совершенно Елефаза несправедлив, хотя, снова повторю, что, в общем-то, его можно выслушать, этот упрек, и иногда из-за того, что человек не обращается к Богу, посылаются ему какие-либо скорби для его исправления. Итак, как мы видели, восьмой стих, он говорит, «Ну, я бы к Богу обратился и предал бы дело мое Богу». В общем-то, правильно, все дела надо предавать Богу. Далее девятый-десятый стих, «Который творит дела великие и неследимые, чудные и без числа, дает дождь на лицо земли и посылает воду на лицо полей». Здесь Елефаз говорит о промысле Божьем, о промысле Божьем, что Бог управляет всеми стихиями мира. Действительно, мы видели и знаем об этом из книг и видим в книгах Нового Завета, где Господь Иисус Христос повелевал стихиями мира, то есть ветрами, водами. Он ходил по воде, укращал бурю, что было удивительно для учеников. И здесь Елефаз говорит, что Бог, он промыслитель, и все от него, и все в его руке. Вот что по этому поводу пишет, например, один из писателей церковных, Дидим Слепец. Он, цитата, «исповедует Бога промыслителям и создателям всяческих, и не лишено вероятности, что он имеет такие представления». То есть Елефаз. «Также он имеет представление о невидимом и видимом, говоря о неисследимом, великом и чудном, о дожде и воде, говоря, что если Бог разделит воду дождя, она напитает родники, потоки и ручьи». Ты можешь увидеть, что эти мысли яснейшим образом выражены и в других местах Священного Писания, в особенности у апостола Павла, который пишет, «Во Христе создано видимое и невидимое, небесное и земное». И далее. Следует поразмыслить о том, что, взирая на случившее со святым Иовом, он как человек, приведенный в ужас, удивляется делам промысла. И следует понимать, что слова без числа он сказал как человек. Ибо Богу все ведомо. И нет ничего неудивительного, когда и Соломон говорит, цитата из книги «Притч» «При мудрости Соломона 7, 17, 18» «Дарвало мне истинное познание существующего, чтобы познать устройство мира». Действительно очень удивительная цитата «При мудрости Соломона», которую здесь приводит церковный писатель, говорит о том, что «Дарвано мне истинное познание существующего, чтобы познать устройство мира». Книга Божественного Откровения дает нам целостное представление о мироздании, о том, что Бог является творцом и промыслителем мира, о том, откуда в мире произошло зло, и почему оно существует, и почему Бог его допускает, и дает целостное мировоззрение о том, чем все это закончится, и кого будет кончина мира, кого будет участь праведников и грешников. Все в Священном Писании, все это целостное мировоззрение есть, оно нам дано только лишь, чтобы мы это осваивали во всей полноте и исповедовали. Так и сказано. «Бог даровал мне истинное познание существующего, чтобы познать устройство мира». Премудрости 7, 17, 18. «Ибо бесчисленное по природе, неисследимо для Бога, о чем говорится, исчисляет количество звезд». Псалом Давида, 146. «И у вас волосы на голове сосчитаны». Евангелие от Луки, 12, 7. «Это даровано знать на пользу, так же достойным, как сказано о Соломоне». То есть видим, что в этих словах 9-10 стиха говорится о промысле Божьем. И мы читаем далее 11 стих. «Униженных поставляет на высоту, и сетующих возносится во спасение». Речь идет о спасении, что униженных Бог поставляет на высоту. Как и сказано об этом в Евангелии, «возвышающий себя да унизится, а унижающий себя да возвысится». И здесь Елефас как бы сподвигает, в общем, это правильно, но этого нет в Иове, то, что он говорит. Он сподвигает Иова, что он говорит, «Наверное, ты слишком возвысился, поэтому тебе надо обратиться к святым, тебе надо хорошенько помолиться, тебе надо обратиться к Богу, я бы сделал именно так». И теперь уже звучит такой упрек после всех этих слов. Он говорит, «В общем-то, ты, наверное, возвысился». Но хочу тебе сказать, как бы он говорит, что тот, кто возвышается, того Бог унижает, а тот, кто унижает себя, того Бог возвышает. Но, в общем-то, все правильно, но упрек опять не в адрес Иова. Будем также помнить о том, что Иов здесь прообраз Христа. Как и фарисеи, книжники обвиняли Христа и старались найти в нем какую-либо неправду. Иов обвиняли, что он исцеляет в день субботний и нарушает субботу. Они его обвиняли в том, что он храм хочет разрушить, хотя он говорил, помним, о своем теле, о воскресении, о смерти, воскресении, жизнь вечную и спасении рода человеческого. Но они всячески в его словах стремились найти неправду. И Лефас, в общем-то, говорит тоже правильно. И они, в общем-то, говорили правильно о соблюдении закона. Но этого не было ничего в Иове, и этого не было ничего, конечно же, в Господе и Спасителе Иисусе Христе. Итак, униженных поставляют на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Вот что по этому поводу пишет Григорий Великий, Григорий Двоеслов, святитель. Цитата. Униженные поставляются на высоту тем, что теперь отвергнуты за любовь к Богу, возвратятся судьями вместе с Богом. То есть те, кто унижены, и те, кто сегодня низвергнуты за правду Божию, те возвратятся отвергнуты именно за любовь к Богу. Это подчеркивается не просто обиженный. Иногда человек наказывается и обличается за какую-то неправду, а именно за любовь к Богу. А любовь к Богу, мы знаем, что единственный признак любви к Богу это есть соблюдение его святых заповедей. Господь так и говорит, если любите меня, исполните заповеди мои. И вот Григорий Двоеслов продолжает. Итак, униженные поставляются на высоту тем, что теперь отвергнуты за любовь к Богу, возвратятся судьями вместе с Богом. Это им дает обетование истины. Говоря, истинно говорю вам, что вы, последующие за мной в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. Евангелие от Матфея, 19, 28. И когда Господь вознесет во спасение сетующих, продолжает Григорий Двоеслов, и когда Господь вознесет во спасение сетующих, потому что они возгораются стремлением к Нему, избегая благополучия, снося превратности, выстаивая пытки гонителей, очищая себя рыданиями, тем униженнее и вместе с тем ближе к спасению становятся они, чем более они умирают теперь для всех радостей мира сего. Очень хорошее заключение. Такое дает здесь свидетель Григорий Двоеслов для нашего назидания. Он говорит, что все, кто претерпевают в этом веке, кто отрешился от радостей, то есть от этого, лучше бы сказать, от веселья мира сего, действительно будет с Господом, и этот человек направляет свои желания все ко спасению. Умирают, как говорит, для всех радостей мира сего. Поэтому Христос так и говорил, что мир даю вам не так, как дает этот мир. Ничего общего не имеет восторга и радости этого мира. Все эти праздники и фейерверки сегодняшние с радостью той, которую Господь хочет подарить каждому человеку. Дай Бог, чтобы за шумом этой суеты, особенно в преддверии каких-либо таких пустых, в общем-то, по своему содержанию праздников, мы бы не заметили и главного в своей жизни радости во Христе Иисусе. Но здесь свидетель Григорий Двоислов продолжает. Вот сказано через Соломону, притча Соломона 14, 10. Сердце знает горе души своей, а в радость его не вмещается другой. То есть, человеческий разум знает горе души своей, когда он озарен устремлением к своей вечной отчизне и, оплакивая, познает вину своего странничества. Мы видим, что давая толкование Григорий Двоислов на эти тексты, говорит как бы Елефазу, что ты смотришь на недостатки Иова и стараешься найти у него. Надо смотреть на горе души своей. Когда он озарен устремлением к вечной жизни, тот человек, который озарен устремлением к вечной отчизне, он оплакивает вину своего странничества. Здесь бы, наверное, Елефазу следовало просто рядом сесть с Иовом и поплакать. Но он старается найти, в чем он виновен. Снова повторю, в его словах есть очень много правды, но не никого. Но в радость его не вмещается другое, потому что тот, кто сегодня чужд раскаянию сетующего, тогда не станет участником радости утешения. Конец стат. Так заключает все эти Григория двоих слов. И мы читаем далее. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Действительно так. Он улавляет мудрецов, их желукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем он встречает тьму, и в полдень ходит ощупью, как ночью, то есть человек, который не стремится своей душой к небесной отчизне, Господу, а его стремление только лишь коварные планы, то он становится слепым. Так и говорит, днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Сказано, что такой человек, надеющийся не на Бога, он, если слепой, поведет слепого, то есть он надеется на некую слепоту века сего, которую не ведет в Царствие Христово. Оба падут в яму. И действительно, как сказано, днем они встречают тьму, и ночью ходят ощупью. Он спасает бедного от меча, и от уст их, и от руки сильного. То есть, он говорит здесь, продолжает, что Бог, конечно, заботится о человеке, ищем Бога. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет устца свои. Блажен человек, которого вразумляет Бог. Как сказано об этом в Священном Писании, лучше попасть в руки Божьи, чем в руки человеческие. Потому что, если Бог накажет, он и помилует. А если человек захочет отомстить, в общем-то, да, месть человеческая страшна. Вот у Гоголя, например, есть очень интересное его произведение «Страшная месть». Мы помним, что там указывается на то, как человек, который, в общем-то, получил уже венец жизни, вот вы будете все время, почитайте, как человек был несправедливо, там, обманутый, убит своим братом. Но все-таки он, хотя это фольклор, конечно, тем не менее, получил уже и венец жизни, будучи неправедно, там, умершлен, стал за богатство своим братом сброшен в крепость. Но он так желал отомстить, что потом это распространилось на несколько родов, его такая вот страшная месть. То есть, это говорит, вся поиск говорит о том, что этот человек не умел простить и не умел прощать и не надеялся на Бога. Хотя, вот, конечно, как говорят, сказка не совсем правда, но у меня есть намек на добром молодцем урок. Так и здесь, говорит, блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержите лего не отвергай. Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает и его же руки врачуют. Действительно, нечто подобное мы встречаем не только у Иова, но и в других текстах Священного Писания Ветхого Завета. Например, вот у пророка Осии приготовился текст, который говорит нечто подобное. Сказанность первого стиха «В скорби своей о несранного утра» шестая глава, пророк Осия, шестая глава, первый стих «В скорби своей о несранного утра будут искать меня, говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». И по этому поводу мы читаем несколько текстов и дальше «Ибо Он причиняет раны и сам обвязывает» 19 стих «В шести бедах спасет тебя и в седьмой не коснется тебя зло», то есть спасет несколько раз, число семь приводится не то, что до семи раз, а как у спасителя спрашивали, сколько надо прощать, до семи или раз, он говорил, до семи, то есть бесконечно, так и Господь прощает человека, кающегося бесконечно, и в этом Елефас, в общем-то, прав. «Во время голода избавить тебя от смерти и на войне от руки меча от бича языка укроешь себя и не убоишься опустошения, когда оно придет». Очень интересные слова «отбича языка». Что это значит от бича языка? Ну, здесь Елефас говорит «укроешь себя». Ну, в общем-то, можно так сказать, но от языка бича способен укрыть Бог. Самому иногда укрыться нельзя. Что это за бич языка? Это клевета. Для нас, и для православных христиан часто возникает вопрос, а как относиться к тому, если обвиняют нас несправедливо и неправильно? Надо ли защищаться? Надо ли отставить свою правду? Ведь сказано блаженной, ищи правды, вот что по этому поводу пишет преподобный Исаак Сирин. Очень короткая цитата, но дающая много понимания. «Когда видите, что вас чернят, то есть клевещут бичом языка, когда видите, что вас чернят, примите то, как целебные грязи». Извините, это свидетель Феофан Затворник. «Когда видите, что вас чернят, примите то, как целебные грязи». То есть он с таким юмором подходит к тому, что если оклеветают вас, клевещут на вас неправильно. А вот преподобный Исаак Сирин пишет следующее цитата. «Если ты не в состоянии заградить уста клевещущего на друга твоего, то по крайней мере остерегайтесь общения с ним». Конец цитаты. Очень хорошая подсказка. Если мы слышим человека, который вот стоим и между собой разговариваем, и мы видим, что этот человек клевещет на кого-то из наших ближних, то лучше от такого человека остерегаться, где гарантия того, что с этим человеком он потом не будет говорить нечто подобное и какую-то клевету возводить и на тебя. Поэтому преподобный Исаак Сирин так и пишет. «Если ты не в состоянии заградить уста клевещущего на друга твоего, то по крайней мере остерегись общения с ним». Еще преподобный Паисий Святогорец. Цитата. «Кто терпит несправедливость» Вот он дает такой четкий ответ на наш поставленный вопрос. «Кто терпит несправедливость, это самые любимые Божьи чадо. Терпя несправедливость, эти люди носят в своем сердце претерпевшего несправедливость Христа». Конец цитаты. Какая удивительная по своему содержанию, по своей красоте, по своему объему, это высказывание. «Кто терпит несправедливость, это самые любимые Божьи чадо». Поэтому, когда мы терпим несправедливость, уволили нас с работы, например, сместили с какой-то должности, и мы видим, что, в общем-то, это несправедливо. Будем помнить эти слова и утешаться ими преподобного Паисия Святогорца, который говорит, что «кто терпит несправедливость, это самое любимое чадо Божие». Терпя несправедливость, эти люди носят в своем сердце претерпевшего несправедливость Христа, то есть указывают на то, кто претерпел несправедливость. Христос был распят, наказуем, истезуем ни за что. За то, что Он исцелял больных, кормил голодных, воскрешал мертвых. За что было Христа казнить и распинать по зависти? И часто, если нас смещают с того или иного или оскорбляют с той или иной должности, будем помнить о том, что это все делается, в общем-то, по зависти. Что делать? Молиться за этих людей. Молиться, прям сразу, не отступая, начинать молиться. Далее мы с вами читаем, что опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься. То есть, действительно, когда человек находится в мире и с Богом, если сказано, если человек сам себя не повредит, никто им не повредит. Если человек примирился с Богом, здесь слова Элефаза совершенно справедливы, то никто не может ему повредить. Никакие стихии, ни камни, ни обвалы, никакие катаклизмы. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься. Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. Интересно, что говорит «И звери полевые в мире с тобою». Мы помним, что, например, к преподобному Серафиму Саровскому приходил медведь. То есть, люди чувствуют эту благодать, где она есть, и поэтому тянутся к человеку, который живет в мире с Богом. Поэтому человек, примирившийся с Богом, будет распространять вокруг тебя мир. Тот же преподобный так и говорил, что стяжи Дух Святый, вокруг тебя соберутся тысячи праведники. Спасайся сам, и вокруг тебя люди тоже начнут спасаться. А вот, что по этому поводу пишет свидетель Григорий Двоеслов. Цитата. «Наш мир начинается со стремления к Создателю, но он становится совершенным от видения Бога». Действительно, наш мир начинается со стремления к Создателю. Помним, как Господь сотворил человека по образу и подобию. Вот это состояние подобия, которое было в человеке, это и есть была та перспектива, в которой человек должен был соединиться сам с Богом и соединить весь мир с Богом. Обожить его. Сам обожиться и мир обожить. В этом был промысел и смысл творения Бога этого мира и человека. Так и пишет Григорий Двоеслов, наш мир начинается со стремления к Создателю. Он, но он становится совершенным от видения Бога. И далее, да, можно еще привести цитату преподобного Макария Великого, что человек имеет предначинание и его взыскует Бог. Поэтому человек должен сначала понять, поняв возлюбить, предначать волю. Тоже указывает на стремление человека в первую очередь к Богу. Человек должен понять, в чем смысл предназначения человека на земле. Боюсь, потом он полюбит, когда это поймет, а потом он начнет делать. И далее, Григорий Двоеслов продолжает. Он полным станет тогда, то есть наш мир начинается со стремления к Создателю, но он становится совершенным от видения Бога. Он полным станет тогда, когда разум наш не будет ослепляться невежеством. Очень хорошая цитата. Что такое невежество? Незнание промысла Божия, нежелание вникать в строки Священного Писания. Конечно, промысел Божий мы никогда не можем изведать. Сказано, пути Твои неисследимы, Господи. Но, тем не менее, все, что мы можем узнать о Боге в молитвенном предстоянии, через таинство Церкви, соприкоснувшись с Богом, через строки Священного Писания, о котором сказано вера отслышанной, а слышанная от Слова Божия, нам необходимо исполнить. Все зависит от нас. А там уже полностью положиться на промысел Божий. Но двои слов здесь свидетель подчеркивает, что он полным станет тогда, когда наш разум, то есть надо начинать с понимания, чем говорит преподобный Макарий, понять, поняв, возлюбить. Пока наш разум не будет ослепляться невежеством и направляться позывами плоти. Видите? Очень интересно говорит, что если мы не черпаем свои знания из источника жизни, из Священного Писания, из Святоотеческого наследия, то мы будем руководствоваться делами плоти, а не разумом. То есть похотью. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это то, что погубило прародителей. Увидела похоть плоти, захотела похоть. Вот это слово похоть, это не значит только какие-то отношения там незаконные, супружеские. Похоть. Похоть это по желанию. То есть по похоти плоти, хочу, не хочу. И далее продолжает. Ведь когда мы прикасаемся к его самым началам, либо когда начинаем разум, либо когда подчиняем разум Богу, либо плоть разуму, то говоря, что скиния праведника обретает мир, ибо тело его, в котором он обитает разумом, отвращается от движений превратных желаний, будучи направляемым праведностью. Удивительные слова. И далее. Но какой прок воздерживать плоть, если разум не приучит себя через сострадание расширяться в любви к ближнему? Конец цитаты. Какие просто драгоценные слова. Если, например, мы постимся, то есть обуздываем свою плоть, но разум наш не напитывается словами божественного откровения, и это не воплощается к любви к ближнему, нет от этого поста, и нет от этого воздержания плоти, в любой форме воздержания плоти, нет никакой пользы. Смотрите, как полностью звучит тут поистине драгоценная цитата святителя Григоя Двоеслова. Он пишет так. Наш мир начинается со стремления к Создателю, но он становится совершенным от видения Бога. Он полным станет тогда, когда разум наш не будет ослепляться невежеством и направляться позывами плоти. Ведь когда мы прикасаемся к его самым началам, либо когда подчиняем разум Богу, либо плоть разуму, то говорят, что скиния праведника обретает мир, ибо тело его, в котором он обитает разумом, отвращается от движения превратных желаний, будучи направляемым праведностью. Но какой прок воздерживать плоть, если разум не приучит себя через сострадание расширяться к любви к ближнему? Конец статуры. То есть здесь он говорит о том, что какой прок о том, о чем говорит Елифас, если у него нет здесь самого главного любви к Иову. Он только старается найти справедливость, почему Бог его наказал, старается решить что-то за Бога. Какая хорошая подсказка, когда мы видим людей, которые страдают теми или иными болезнями или каким-либо опечальным горем. Что делать? В первую очередь наполнить свою речь любви к этому человеку. Не только речь, но и сами дела. И мы читаем далее. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, да, о чем сказал Григорий Двоеслов, и 25-26 стихи, и увидишь, что семя твое многочислено, и отрасль твое, как трава на земле, войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Вот что мы дознали, так оно и есть, выслушай это и заметь для себя. 27 стих, на самом деле, все наставляни Ельфаза были в некой мире правильны. Но 27 стих убил все. Он говорит, ему еще с большим упреком, человек, который сидит на гноище, весь изъязвленный, вот что мы дознали, то есть вот наша экзегеза, которую мы сделали по всем правилам, да, гомилетики, там, и по всем правилам, методикам, и теперь говорит, вот что мы дознали, так оно и есть, выслушай это и возьми себе на заметку и заметь для себя. Что пишет по этому поводу Святелин Златоуст? Цитата. Посмотри, как Ельфаз низвергнул всю пользу сказанного и нанес жестокий удар. Как и каким образом показывая, что Иов не относится ни к назидаемым, ни к имеющим надежду. Ибо то, что он сказал, он отнес именно к личности Иова, хотя говорит и в целом. Ибо это то, говорит, что мы слышали и видели, но если это не произошло с тобою, но ты остаешься в несчастье, только ты можешь знать свою порочность. Конец цитаты. Мы видим, что Иов ожидает от них утешения. Как и многие люди ожидают от нас не только наставлений, но, в общем-то, и состраданий. Но часто мы гонимся только за наставлениями, но своими делами, подобно Елефазу, не хотим вникнуть в несчастье человека для того, чтобы по возможности явить ту любовь, которую Христос явил к нам. Какую любовь? О ней сказано в Евангелии, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Нью не погиб, но имел жизнь вечную. Не будем, братья и сестры, только начетчиками, но будем учиться из Священного Писания не просто знанию, которому сказано, что оно надмевает, но знание растворенное любовью, а о нем сказано, что знание надмевает, а любовь назидает. Да будет это со всеми нами. Субтитры создавал DimaTorzok